Слушайте, по Невзорову я оказался в такой ситуации, когда однозначно раз взятие на этот вопрос ответить не могу, потому что у меня было вообще изначально к нему очень негативное отношение, так как я Невзорова знал по фильму «Чистилище», абсолютно лживому, мерзкому. Ну что, насколько правдиво, что у Кадырова был страх перед братьями Ямадаевыми, хотя по преступности вроде оба стоили друг друга. По-моему, выступить против врага тогда это было бы не смелостью, а глупостью победить русскую армию самым большим количеством танков и вооружения было бессмысленно, так что стоило пойти за Кадырова. Саламу алейкум всем. Загнивающий Запад хочет поставить российскую экономику на колени, а она как лежала, так и лежит. Она даже на колени не может встать. Саламу алейкум ассаляму. Чеченцев для чеченской армии, чеченского сопротивления, там в роли Нагиев, точнее Нагиев в роли одного из чеченских лидеров, полевых командиров, вел себя максимально не по-чеченски. То есть это была такая картина именно в тот момент снятая, направленная на российскую аудиторию, чтобы вот показать россиянам, какие чеченцы просто изверги и надо их всех там уничтожить. Плюс там еще какие-то прибалтийские наемницы, значит снайперки, их тоже нужно всех. Вот примерно вот так это выглядело. Соответственно, раз Невзоров для меня был однозначной личностью, и если бы, например, этот вопрос прозвучал, тогда я бы сразу ответил негативно в отношении этого человека. Но и надо сказать, что до начала украинской войны я как-то не особо вообще уделял внимания этому человеку, мало чего про него слышал. Где-то там выскакивали какие-то ролики, может быть там где-то я надыкался, но никогда не включал и не смотрел, но вообще неинтересно было. Потом на тебе начинается война, я узнаю, что он куда-то там, значит, уехал, с ним делают интервью, все освещают ситуацию, что он уехал, он кричит, что слава Украине, на него возбуждают уголовное дело. Потом на тебе, там с Гордоном у него интервью очень комплиментарное, там Гордон прям хорошо к нему относится, называя его Глебычем. Потом я узнаю, значит, ну мы все с вами узнаем на днях, что ему дают украинское гражданство. Здесь, конечно, сейчас очень много вообще споров по поводу этого решения, насколько справедливо или нет, не хочу даже в это вникать. И вот тут я оказался в такой ситуации, ах да, и самое интересное, его-то упрекают этими его прежними как бы косяками, да, про чистилища, конечно, ему никто не говорит, это чисто наша тема, но ему там что-то другое припоминают, еще какие-то, видимо, он делал материалы. И он отвечает, типа, ну я был болен чумой, он говорит, разве есть вина на человеке, который был болен. Вот я переболел, теперь я, мол, исцелился, ну и могу ли я теперь сказать, да нет, нет у тебя права на исцеление, да нет, наверное, не могу. Ну, в общем, мне с одной стороны очень нравится, что он, в отличие от многих, он не пытается как-то оправдать все то, что он делал тогда, да, говорить, нет, это было так, было другое время. Он как будто бы, знаете, честно говорит, да, я был тогда пропагандистом, я был плохим, но я все, он говорит, исправился. То есть это, с одной стороны, это как бы честно и, ну, это подкупает, да. Насколько все это искренне, ну, я не знаю. Во всяком случае, это, я думаю, это такой, ну, интересная такая личность, как бы там ни было. Но вот конкретно сейчас ответить на твой вопрос, отношение к нему обозначить я не могу. Возможно, поговорив с ним, да, пообщавшись, может быть, я бы сформировал бы свое мнение об этом человеке. Пока я конкретно ничего сказать не могу. Ну, а Закаева ты не оставил двери раскаяния, поговорить с Невзоровым, сделать эфир, у тебя нет проблем, но с Закаевым ты говорить не хочешь, как бы. Ну, это же неправда, кот-котов. Наоборот, я же, с Закаевым вообще нет никаких проблем по поводу раскаяния там и так далее. Закаев, ему, он, в принципе, уже, как бы, за некоторые действия принес свои извинения. Ему просто нужно, вот после того, как человек приносит свои извинения, ему просто нужно отойти. Все, как бы, никаких нет больше вопросов человеку. Кто собирается с него что-то там, какие-то претензии ему предъявлять, что-то с него спрашивать, тем более, к ответу его, да, никто. Перестаньте. Здесь вопрос в другом. Просто есть политика, есть частная жизнь, там, журналистика, это разные вещи. Политик, когда он совершает какие-то действия, дискредитирующие его, как политика, как человека, он просто приносит извинения, но он не может дальше претендовать на какие-то там политические, властные какие-то кабинеты, троны. Понимаете, вот в чем, как бы, претензия. А так, если человек извиняется, отходит, неважно, как его фамилия, кто бы он ни был, да ради бога, двери, конечно, они открыты, и никто их не может закрыть. Потом все, насколько правдиво, что у Кадырова был страх перед братьями Ямадаевыми, хотя по преступности вроде оба стоили друг друга. Это правда, то, что он боялся Ямадаевых, это чистая правда, он боялся не только Ямадаевых, он в принципе боялся любых деятелей того времени, потому что те, в отличие от него, были как-то сами, имели какую-то свою историю, там, сами могли где-то с оружием в руках действительно что-то, какие-то операции проводить. А этот был такой пончик папинки, сыночек, да, который нигде никогда, разумеется, ни в чем не участвовал, вы же, я надеюсь, не верите в эту всю чушь, которую он рассказывает про какие-то там его боевые заслуги. Понятно, что это все, он вообще как бы не из этой серии человек. Поэтому, да, он, конечно, боялся, плюс он еще такой патологический трус сам по себе. Это не значит, что те были такие смелые ребята. Понятно, что, если бы они были бы смелыми, они бы выступили против врага. Это нельзя назвать смелостью. Но при этом этот был гораздо более трусливее их. Точнее, и есть. По-моему, выступить против врага тогда, это было бы не смелостью, а глупостью победить русскую армию самым большим количеством танков и вооружения было бессмысленно, так что стоило пойти за Кадыровым. Ну, так в свое время мы выступили, и эту армию с самым большим количеством танков мы ее победили, униженно заставили ее уйти со своей территории. Поэтому, как говорит Аллах Уране, сколько малочисленных групп одерживали победу над многочисленными. Мы доказали тогда, что это возможно, что это реальность. И на самом деле, безусловно, наш проигрыш в этой второй битве, наше поражение, оно связано с нашими ошибками. Не с силой России, а именно с нашими ошибками. Это, безусловно, для нас испытание, которое мы, иншаллах, пройдем, эти ошибки мы исправим, и мы вернем свою свободу и независимость с помощью Аллаха. Но, к сожалению, мы не лишены этих проблем, и мы не лишены вот этих вот отстоев из числа нашего народа, наподобие Кадырова, Яматаевых, других предателей. К сожалению, да, они у нас тоже есть. И это тоже один из, конечно, факторов, способствующих поражению, конечно, да. Но истинная причина не в этом. Истинная причина, конечно же, в наших ошибках. В том, что ты не хочешь встретиться с русской армией, например, в Украине, покажешь, как надо побеждать русских. Ну, я же не военный, если бы я был там профессиональный военный, может быть, я бы, как ты говоришь, поехал. А так я блогер, я делаю свою работу, и для этого мне не нужно ехать в Украину. При этом, если будет такая необходимость, безусловно, поеду. Субтитры создавал DimaTorzok